Всем привет, меня зовут Даша Трофимова, я персональный стилист, и вы на моем канале о стиле. Сегодня предлагаю поговорить о цветах весна-лето 2018. Причем поговорим не только о тех цветах, которые будут популярны именно этим летом, вы видите их за моей спиной, но и те цвета, которые будут популярны еще в следующем году, в 2019 и даже в 2020. Поэтому мы сегодня будем говорить о цветах в широком таком смысле, именно о тенденциях в цвете. Что такое тенденция? Это направление, то есть куда движутся, так скажем, мысли дизайнерские в смысле цвета. Если вам эта тема интересна, оставайтесь со мной, поехали. Итак, самый главный цвет этого лета и последующих модных сезонов, это, конечно же, розовый. Причем розовый в разных своих проявлениях. И вот такой вот нежный розовый, и вот такой вот фуксиновый розовый. Очень много разных розовых оттенков, и в том числе розовый внутри других цветов. То есть розовый, в принципе, имеет большое влияние сейчас на составление палитры. Почему стал главенствовать именно розовый? Тут, на самом деле, достаточно простая прозаичная история. Если вы помните, совсем недавно был пулярен красный прошлой зимой, и этой зимой красный просто на коне. И, конечно же, постепенно этот красный начинает уходить. Он еще никуда не уходит в таком широком смысле. То есть, если у вас есть красные вещи, носите с удовольствием, спокойно совершенно. И тотал луки красные, и детали какие-то красные тоже будут актуальны. Но трансформируясь дальше, красный видоизменяется в розовый и еще в серокотовый. Вот типа такого оттенка. Как это происходит? Смотрите. Красные краски произвели достаточно много для того, чтобы окрасить ею ткань. Но, естественно, что, как правило, это все делается в больших таких промышленных масштабах. И вот те чины, в которых замешивали эту красочку, ее, конечно, их, конечно же, никто отбывать сильно-то не собирается. Сюда просто добавляют новые оттенки, либо разбеляют, либо затемняют. В общем, видоизменяют таким образом цвет. Поэтому вполне логично, что на смену красному приходит розовый. И тот самый цвет, который является самым, наверное, популярным в этом году, и уже все о нем говорят, это лиловый оттенок. Вот он у меня тоже есть, брюки и джемпер. Этот лиловый, по сути, тоже розовый, который трансформировался из красного. Поэтому все эти цвета будут дальше продолжать немного видоизменяться, но, тем не менее, они будут оставаться и в 19-м, и в 20-м годах. И сегодня я вам хочу показать несколько таких очень больших трендов, потому что, что мы должны понимать про цвет, не только какие цвета моды, но и как их носить. Итак, розовый, как самый главный такой тренд, как мы носим розовый. Во-первых, розовый в сочетании с красным по-прежнему остается актуальным. Если вам нравится такое сочетание, носите с большим удовольствием. Я, например, могу взять вот такой красный джемпер и розовое пальто. Розовое пальто, конечно же, в связи с этой историей становится очень хорошей инвестицией. Поэтому, если вы задумываетесь о покупке именно какого-то весеннего классного цвета, который будет вас радовать и бет, и этой весной, и следующей весной, обратите внимание именно на розовый. Это пальто от бренда All We Need. Я их очень люблю, часто про них рассказываю в Инстаграме. У них очень хорошее по качеству пальто, отличная шерсть, классные очень фасоны разнообразные, большое количество цветов. И я в этом видео буду еще показывать их пальто тоже. И мы еще с All We Need подготовили для вас небольшой подарок. Смотрите это видео до конца, и вы узнаете, как получить такое пальто абсолютно бесплатно. Ну, а мы возвращаемся к сочетаниям. Итак, у нас розовый плюс красный. Почему так легко собрать подобный образ? Во-первых, потому что яркие и сочные цвета, конечно, нам весной всем хочется таких цветов. Я, кстати говоря, очень рекомендую практикующим стилистам именно весной в гардеробу своих клиентов добавлять много цвета и красок, потому что всем нам внутренне этого хочется. И, как правило, клиенты, которые весной получают именно цветные образы, остаются очень и очень довольны. Поэтому вы можете эту фишку себе взять в работу. Что еще я здесь использую? Это простой лаконичный крой. Как правило, когда речь идет о цветах, а цветов здесь, как вы видите, много, они разные. Для того, чтобы их было просто сочетать между собой, выбирайте простой лаконичный крой, и тогда вы не ошибетесь. Потому что сегодняшний день правила цветовых сочетаний позволяют нам сочетать практически любой цвет с любым. Теплый с холодным, насыщенный с бледным и так далее. И здесь, наоборот, это становится более таким правильным трендом, что ли, цветовых сочетаний. То есть, если по классическим канонам мы бы с вами просочетали вот такую вот красный джемпер с тоже ярким таким цветом, с зеленым, например, комплементарным, то сегодня для образов мы больше любим аналогичные цвета, розовый и красный, в данном случае аналогичные, и разную насыщенность. Яркая такая, яркий такой красный цвет и бледно-розовый. Вот такая вот нестандартная пара. Теперь давайте поговорим про самый модный цвет лиловый. Невероятное количество комментариев я получила в инстаграме, когда надела вот эту простую совершенно базовую кофту. Это вот именно кофточка, это даже не джемпер, это просто кофточка базовая от Зары. Стоит 3 копейки. И когда я ее надела и в своем инстаграме выложила фотографию, получила массу комментариев, всем очень понравилось. Действительно, цвет обалденный. И, к слову сказать, этот цвет очень многим идет. Он прекрасно подойдет девушкам с светловолосым, девушкам темноволосым, с яркой внешностью и с внешностью приглушенной. Поэтому лиловый оценок в этом смысле очень классный. И это по-настоящему такая свежая струя лилового, что я давно не припомню в модных тенденциях. Как предлагается нам носить лиловый? Самый классный ход примерно такой же, как с красным в прошлых сезонах, когда мы делаем тотал лук. У меня поэтому к такому лиловому джемперу есть лиловые вот такие брюки. Это классные кюлоты от бренда Утерк. Мне, кстати говоря, кто-то писал, что я неправильно произношу. В общем, может быть и неправильно. Я даже не буду спорить здесь. Самое главное, чтобы вы понимаете, о каком бренде идет речь. Вот так вот они выглядят. Эти брюки-кюлоты. Они на высокой талии. То есть талии здесь находятся на месте. И они достаточно мягкие. И здесь я хочу их просочетать с яркими вот такими вот ботильонами. Это тоже самый Утерк. Вы уже про них меня спрашивали, про эти ботильоны. Они очень, кстати говоря, удобные. И единственное, что я на свой 38,5 брала 40 размер, если вдруг кому-то будет интересно. В комплект беру вот такую вот любимую свою сумку от Кочанели цвета оливкового. Потому что оливковый прекрасно сочетается именно вот с этим лиловым цветом. Сложные сочетания на сегодняшний день, наверное, самые популярные. Поэтому не бойтесь экспериментировать. И сочетайте цвета, которые, казалось бы, не сочетаются. Еще одна из тенденций вот такого сочетания несочетаемых цветов – это добавлять коричневые оттенки практически ко всему. То есть к такому лиловому комплекту я могу, например, добавить еще вот такую коричневую сумку. Казалось бы, не совсем стандартно. И, возможно, у вас могут возникнуть вопросы по поводу того, как же сочетать холодное с теплым. И тут даже непонятно, какой из этих цветов более холодный, какой более теплый. На камере тем более уж очень много искажений. Но, тем не менее, такие нестандартные сочетания на сегодняшний день являются одними из самых актуальных. В этом смысле правило простое. К цвету добавляем цвет. Конечно, если разобраться, как опасно цветовой теории, то вы поймете, что, например, вот такой вот лиловый вместе с таким коричнево-оранжевым – это практически триада. Но не классический желтый, синий, красный, а фиолетовый, оранжевый, зеленый. По большому счету, вот оно это же сочетание, похожее, по крайней мере, очень, да, аналогичное, так скажем. И, конечно, в этом смысле все цвета можно сочетать со всеми, потому что на любое сочетание все-таки можно подтянуть правило. Это я вам совершенно точно говорю. Это была такая большая тенденция про розовые оттенки и как носить розовый цвет. Следующая очень большая тенденция, очень большой тренд – это цвета теплые, такие карамельные, и цвета жаркого знойного лета, цвета саванны. Как они у меня представлены здесь? Во-первых, это вот такой жакет из Массимы Дути, тоже уже выкладывала его в своем инстаграме. Камера немного искажает цвет, но, тем не менее, понятно, что он такой светло-апельсиновый, перстиковый, как его еще назвать, не знаю. И это тонкий достаточно жакет, он хорошо подойдет летом в качестве верхней одежды. Сейчас я его, естественно, ношу с водолазками, например. Дальше у меня из этой же палитры есть вот такая вот блуза, вы тоже ее уже видели у меня. Она как раз вот того самого нестандартного сочетания цветового – красный плюс бежевый. Это не совсем привычно нашему глазу, но именно такое сочетание сейчас самое актуальное. И еще из этой же гаммы, из гаммы цвета саванны, у меня есть вот эта сумка моя любимая, это бой. Посмотрите уже, как вкусно и красиво получается, очень карамельно. И еще есть вот такая юбка, это тоже Zara, юбка тканная, типа макраме. И вот все это вместе можно миксовать, добиваясь самых жарких и самых вкусных образов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С этими вкусными цветами на самом деле достаточно простая история, просто сочетайте их между собой. Возьмите оранжевый, бежевый, красный, терракотовый, все эти вот красно-оранжевые оттенки, все, что напоминает вам про Африку, все, что вы помните из каких-то этнических африканских принтов, это все будет классно сочетаться между собой и давать такое жаркое, знойное лето уже этой весной. В общем, и в последующих сезонах эта тема, тема лета, сафари и жары будет звучать еще очень и очень красиво, поэтому обратите на нее особенное внимание. Скажу сразу же, конечно, это не такая популярная коммерческая тема, как с розовым светом, да, но именно Африка и сафари на самом деле выглядят очень интеллектуально, очень как-то свежо, нестандартно, и мне вообще эта история очень-очень нравится. Идем дальше. Следующая большая такая тенденция, которая тоже периодически приходит и возвращается, и на сегодняшний день она тоже очень актуальна, это яркие, такие очень ядреные, так скажем, цвета. Да, у меня есть юбка, это вот такая юбка от нашего любимого Утерк, невероятного красивого глубокого синего цвета, и вот такие вот ботильоны тоже от них. Как носить такие цвета? Во-первых, мы идем по тому же пути, берем аналогичные цвета, в данном случае синий и фуксиновый, то есть не комплементарные сочетания, а именно аналогичные. И в комплект к этим аналогичным цветам мы с вами добавляем что-то достаточно простое, это может быть белая водолазка, это может быть какой-то серый джемпер, это может быть голубая рубашка, то есть что-то, что позволит вам нивелировать, так скажем, яркость вот этих вот вещей. Причем я рекомендую выбирать именно один или максимум два цвета для комплекта, таких вот ярких именно, а остальные оттенки могут быть более простыми. Здесь тоже работает правило про то, что мы можем выбрать цвета в немножко другой насыщенности, вот в данном случае, например, такая юбка с таким джемпером с точки зрения классической стилистики, нестандартное сочетание, потому что они разные насыщенности. И круто будет смотреться, если вы добавите, к примеру, вот такое вот пальто нежно-голубого цвета, получите по сути монохромный образ, но при этом в нем будет динамика за счет динамики цвета. Ну, сейчас я вам расскажу, как получить такое пальто абсолютно бесплатное, я для себя вот выбрала вот такое вот пальто на этот сезон, нежно-голубого такого, на глубокого цвета. Для того, чтобы выиграть такое пальто, нужно поучаствовать в конкурсе, который сегодня же начинается в инстаграм. Условия очень простые, нужно подписаться на меня, подписаться на инстаграм бренда All We Need. Все, на этом ваши сложности заканчиваются. Вот, собственно, и все правила. 1 марта я подведу итоги и выберу методом случайного тыка, кто получит абсолютно бесплатно вот такое вот шикарное пальто. Ссылку на свой инстаграм и на пост, собственно, где проходит конкурс, я обязательно оставлю в описании этого видео. Ну, и, кстати говоря, я достаточно часто в инстаграм делаю подобные конкурсы, поэтому обязательно подпишитесь, чтобы не пропускать. Ну, и последняя большая тенденция, цветовая, о которой я хочу вам рассказать, это тенденции на льдистые оттенки. Вот как раз голубое пальто у меня здесь является представителем этого тренда. Льдистые оттенки между собой. Серый плюс голубой, плюс темно-синий, такие холодные, от светлого к темному, много льдистых цветов, туда может быть замешано еще белый. Такая, знаете, немножечко, такая тема снежной королевы. Вот эта вот история будет популярна очень еще в 19-м году и в начале 20-го, поэтому тоже смело можете такие образы брать себе на вооружение. Они достаточно простые, на самом деле, для носки, потому что, по сути, это монохромные образы. А монохромные образы всегда очень просто носить на себе, вам не нужно как-то под них подстраиваться, потому что, когда вы надеваете, к примеру, вот такую яркую сумму, вот такую яркую юбку, или надеваете вот такие вот яркие ботильоны, понятно, что вы как-то внутренне должны эти вещи нести. И когда вы надеваете простые монохромные образы, это очень легко и комфортно в обычной жизни. Поэтому вот эти вот льдистые оттенки и тема снежной королевы, она очень удобна для обычной жизни. Все эти цвета будут популярны и этой весной, и этим летом, и я рекомендую вам начинать ими запасаться уже прямо сейчас, потому что вот это, например, и вот этот жакет или новые брюки, это уже новая коллекция. И на тот момент, когда наступит реально лето, все опомнятся, что пора уже что-то цветное в свой гардероб внести, всех этих вещей уже не будет. То же самое касается пальто. Лето всегда наступает неожиданно, это мы все с вами знаем, и самые умные готовят свои весенние гардеробы уже сейчас. Именно поэтому, несмотря на то, что за окном у нас сейчас глубокий минус, я делаю это видео про цвета весны. И именно поэтому, уже 12 марта, я и мой тренер по питанию Петр Рябов и его проект телосложения, мы запускаем большую 100-дневную программу подготовки тела и гардеробу к лету. Я уже вам немножко про эту программу рассказывала, но сейчас уже наступает момент, когда места разбирают и заканчивается спецпредложение. Поэтому, если вы хотели в нее попасть, обязательно переходите по ссылочке, которую я оставляю внизу в описании этого видео. Для тех, кто пропустил, что такое 100-дневная программа по подготовке тела и гардеробу к лету. У нас есть название changing room. Changing room в переводе с английского это примерочная, это кабинка для переодевания. Но слово change еще имеет очень много разных других подтекстов. И самое главное его значение это трансформация, какие-то изменения. И поскольку я человек, который любит комплексный подход, вы знаете, что я никогда не изменяю что-то одно, а всегда нужно это все делать в комплексе. И внешний вид это, конечно же, только комплексный подход. Поэтому приведение тела в форму и приведение своего гардероба в форму это темы, которые не работают друг без друга. 100 дней это тот срок, который необходим для того, чтобы вы могли ввести новые пищевые привычки в свой рацион, чтобы вы могли заметить существенные результаты в плане фигуры. И 100 дней это тот самый срок, когда вы научитесь свой гардероб собирать, научитесь видеть свои вещи, вы научитесь себя правильно корректировать, вы научитесь правильно выбирать себе фасоны, и вы натренируете свою насмотренность, поэтому к лету будете во всеоружии. Да, и по-моему я еще об этом не говорила, у нас предусмотрены призы. За первое место это поездка на море, мы дарим билеты абсолютно в любую точку планеты, где вы можете продемонстрировать свою новую фигуру и свой новый гардероб. За второе место это шопинг со мной на сумму 100 тысяч рублей. И за третье место это участие в рекламе купальников. Вот такие вот классные призы. На самом деле мы придумали эти призы не для того, чтобы все за ними гнались, а для того, чтобы это была такая сладкая морковка, что вы знали, что все, что вы делаете, все эти усилия, которые вы будете предлагать эти 100 дней, они не просто так, что в конце вы можете себя похвалить и даже получить такой классный подарок. Поэтому все, кто хочет этим летом быть во всеоружии, мы ждем вас в программе. Не забывайте, что есть спецпредложения, которые ограничены по времени, и ссылочки все я оставляю в описании этого видео. Надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте пальчики вверх. На этом я с вами прощаюсь. Все, пока-пока!